Итак, рассмотрим вопрос о том, как сохранять бэкапы, созданные программой TimeShift на флешке больших размеров. Ну вот флешка на 115 ГБ у меня имеется. В таблице разделов вот GPT, значит, что здесь можно будет сделать, значит, 40 ГБ я хочу откусить, вот я задаю имя раздела новый и допустим 40 умножить на 1024, вот 440, 960, ставлю сюда, ну поскольку все будет производиться вот отсюда, то здесь я сделаю Х32, а потом уже этот раздел форматируем, добавляем, применяем. Вот у меня появилась файловая система для большой флешки для программы AyaBoot, а вот это вот, новый раздел, вот я его в extension 4 и отформатирую. вот на большой флешке, значит, мы создали, скажем так, кладовочку на 40 ГБ для программы TimeShift. Ну а теперь давайте зайдем в программу TimeShift и посмотрим, возможно ли создание копий, значит, программы TimeShift. Нажмем на мастера, пусть он все это дело просканирует. Вот у нас как раз вот этот файлик. Дальше, 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 готово. И вот теперь давайте, значит, создадим копию манжаро, значит, на этом разделчике. Вот идет создание снимка, но когда все это дело, значит, закончится, я снова включу запись и посмотрим. Итак, снимочек создан, а теперь давайте поинтересуемся, сколько это заняло место на вот этом вот разделчике. Значит, для этого надо освежить данные об устройстве. Хотя здесь видно, что вот 31,5 ГБ свободно. Это, значит, порядка там 8-9 ГБ, по идее, это дело должно занять. Да, вот, использовано 10 ГБ. Теперь эту же процедуру, поскольку у нас место еще есть, мы, значит, произведем с Arco Linux, а затем перескочим на Windows, установим на раздел FAT32 программу iEboot и все остальные необходимые программы. Итак, посмотрим, как программа TimeShift работает на Arco Linux и позволяет ли она сохранять бакапы на флешке больших размеров. Имеется в виду флешки от 64 ГБ и выше. Ну, а первым делом нажмем на мастера, просканируем все эти дела. Вот наша флешечка, пойдем дальше. Вот на ней у нас есть одна копия Manjaro Linux, а мы сейчас создадим копию Arco Linux. Просто ждем. Итак, создание бакапа Arco Linux закончено. Ну, можно посмотреть, сколько все это дело тебя занимает. Пересканируем все это. Значит, у нас раздел Linux'овский extension 4 на 40 ГБ. Ну, а теперь посмотрим, сколько у нас останется. И так у нас еще осталось 18 ГБ. То есть, практически каждый бакап партии подобных Linux'ов, я имею в виду Manjaro и Arco Linux, занимает около 10-11 ГБ. То есть, у меня еще я могу тут еще один бакап сделать. Ну, ладно. Теперь, чем займемся? Теперь перейдем на винду. На винде установим на флешку программу AyaBoot. И при помощи программы AyaBoot. Поставим туда сборочку Стрельца. Поставим туда мою сборочку Linux Mint Cinnamon. И на Linux Mint Cinnamon у меня уже будет установлена программа TimeShift. Поэтому можно будет восстанавливаться. Я так полагаю, находясь на флешке. Прямо из копии раздела Extension 4. Вот такая вот получится интересная флешечка. Ну, ладно. Значит, перейдем к следующей части ролика. Итак, мы находимся на винде. Я сейчас скачаю свежую версию программы AyaBoot для флешек. Вот она, AyaBoot Extractor Excel. Ага. Номkin citizen 1non hyperbile. Ну и перейдем к программе. Значит я пойду в загрузки. Вот программа. В другом окошке я открою, либо посмотрим. Вот мой компьютер, а вот флешечка 75 гигабайт свободно. И здесь у нас форматировано раздел на флешечке 40 гигабайт, он на видении виден размер, ну мы знаем 40 гигабайт. Вот этот раздел диск D мы будем форматировать при помощи программы AEBUT. Запускаем программу, он так нам видит большим значком. Нажимаем YES. Вот она сама сразу его находит. Так, так, все вроде бы устраивает, значок русский. P32 предлагает отформатировать. ОК нажимаем и ждем окончания. Вот уже 77% сделано, ну немножко подождем. А пока я вкратце расскажу, что мы собираемся делать. У меня на диске D, сейчас это диск E, находится сборка MyOlinux Admin Sonomon, затем находится сборка Сергея Стрельца и супер группа DS-гибрид, короче поисковик операционных систем. Сборка Сергея Стрельца занимает место около 3 гигабайт, около 4 гигабайт. Вот эти вот программы мы туда поставим и затем проверим, как оно там, все это дело работает. Итак, вот посмотрим редактор. Ничего в нем пока нет. Значит, инструменты пока создавать изо никакой мы не будем. В настройках выберем русский язык. И выберем, ну я выбираю всегда крупный шрифт. Обоимку можно потом будет пределать любую. Применить. Загрузчик. Ну, то есть пока будет групп 2. Посмотрим там. В конце концов, если что, можно будет переделать, поставить кловер. И для винды у Ефи. Ну, пусть у Ефи будет. Теперь идем в интеграцию. Выбираем пакет. Ну, первым пакетом давайте я поставлю сборку Сергея Стрельца. Потому что там на ней находится и Акронис Труимнич, и Акронис Гиздиректор, и многие полезные программы. Вот Сергей Стреляц. Идем сюда. И теперь начинаем искать. У меня все это дело было вот здесь. Сергей Стреляц. Вот нам 37 гигабайта. И пусть она это дело ставится. Итак, сборку мы записали. Теперь перейдем в раздел Linux. Можно нажать автоматически, но Linux Mint я здесь видел. Вот она. И выберем самую мою последнюю сборочку. За сегодняшнее число. Она где-то около 3 гигабайт. Нажимаем ОК. 2 гигабайта. Да у меня тут там столько всего. Одного гигабайта хватит. Эта плодовочка будет на 1 гигабайт. Ну, пускай себе ставится. Когда закончится, снова возобновим запись. Итак, программу мы записали. Теперь запишем еще вот что. По-моему, это было DOS программы. Супергрупп 2 диск. Вот этот у нас супергрупп 2 диск. Запишем его. Записали. Перейдем на главную. Зайдем в редактор меню. Вот у нас, пожалуйста. Ринус Квинсеномо. Супергрупп 2 диск. И сборки Сергея Стельца. Ну, и теперь приступим вот к таким интересным вещам. Смотрите. Значит, я перейду на разделчик, вот куда у нас все пишется. USB. Вот видите. У меня свободно там еще 66 гигабайт. И вот здесь я просто делаю новую папочку. И папочку, допустим, я назову вот так. Хатронис. Вы можете давать любое название. Можете написать там Windows 10. Да. Практически любое. Вот практически папочка у нас создана. Диск, значит, у нас мы определили. Можем зайти даже вот так вот. Посмотреть. Значит так. Давайте глянем. Вот. И вот папочка имеется акронис. Ну, а теперь давайте вот что сделаем. Акронискруем имидж. Создадим новый. Вот здесь выбираем. Диски. Разделы. Вот здесь я выбираю только вот локальный диск C и системный диск. А диск размером 100 гигабайт это диск D. Но я не отмечаю. Я всегда его и так могу создать. То есть вот у меня всего лишь вот этих два. А теперь куда? Пойдем сюда. Мой компьютер. Вот USB drive. Акронискруем. И нажимаю сюда ОК. И делаем бэкап. Все. Бэкап начал создаваться. Процесс этот длительный. У меня предыдущий бэкап создавался часа два или три. Хотя и компьютер у меня вроде бы неплохой. Ну, вот. Советую вам такие вещи делать, скажем так, на ночь. Я это как-то делал. У меня это где-то, да, часа два-три. Все это дело заняло. И еще было 9 или 11 томов. Я уже сейчас не помню. Ну, пусть создается, как говорится. А мы тем временем прорвемся. Итак, создание бэкапа. Итак, создание бэкапа программы Акронис закончилось. Получилось семь томов. Каждый, значит, первые шесть по четыре и три гигабайта каждой. Вот они. Общей сложностью двадцать пять... Ну, двадцать шесть гигабайт, короче. Вот таким вот образом. И вместо на флешке у нас еще, несмотря на все про все, еще сорок гигабайт свободных. Хотя мы туда записали поисковик и программу Сергея Стрельца, на сборку Сергея Стрельца, в которой находится Акронис, там, Туримичи, диск, директор и парагон, диск-менеджер. Тем не менее, вот еще сорок гигабайт, сорок один гигабайт свободно. Значит, ну что, значит, ждем, значит, перейдем к следующей части ролика. У нас еще маленький нюанс. Вот землей бэкап. Вот здесь вот. Проверить или подтвердить. Ну, и подождите немножечко, когда, значит, целостность бэкапа будет еще раз проверена Акронисом. Итак, верификация закончена. Вот мы видим здесь зеленую рыбочку. У нас все нормально. Значит, архив цел и невредим, а находится на флешке. Программу Акронис, значит, мы можем закрыть. И еще раз вот можно посмотреть, что вся настроенная винда у меня со всеми прибамбахами она заняла всего лишь, ну, 26 гигабайт. А здесь было, ну, там, скажем так, 78, от меня 2850. Ну, где-то раз от них родится жаловая систему. А что-то уже неплохо. Так что, значит, что будем делать дальше. Значит, будем проверять сделанную нами флешку. На практике. Итак, я стартовал с флешки. Следующий раздел Linux, extension 4. Теперь попробуем, как до него добраться. Запустим программу TimeShift. Заведем пароль. Запустим мастера. И поищем нашу флешку. Вот она. Дальше. Дальше. Вот, пожалуйста, Манжеро и Arco Linux. Как все это дело проверяется? Вот видите, значки ключик, что раздел подсоединен. Что у меня еще есть на моем ящике? Есть раздел SDD, Solid State Drive. На нем у меня стоит Windows и Linux Mint Xenamon 19.1. Имеется просто жесткий диск терабайтник. Значит, на котором у меня вот установлены Dpin, Manjaro и Arco Linux. И вот, например, смотрите. Manjaro, Arco Linux. Ну, вот Arco Linux, допустим. Седьмой раздел. Значит, сейчас вот у меня он занял 12 гигабайт. И еще свободно там, порядочно. И, к примеру, я хочу его восстановить. Вот я беру Arco Linux. Нажимаю восстановить. Раздел седьмой. Раздел седьмой. Раздел седьмой. Здесь я особенно ничего менять там не собираюсь. Ну, нажимаю дальше. И пусть, как говорится, в себе процесс восстановления идет. А мы пока прервемся. В середине восстановления появится вот такое сообщение. Нажимаем Далее. Отказ от ответственности. Далее. И теперь, собственно говоря, и начинается восстановление этого раздела. Итак, появилось сообщение, что восстановление выполнено. И теперь мы попробуем загрузиться, значит, с Arco Linux. И глянем, что там и как. Вот я сейчас еще раз пересканирую все разделы. Ну, также 12.72. Хорошо. Проверяем. Итак, я загрузился на Arco Linux. Работает все нормально. Как говорится, загрузка прошла безо всяких, как говорится, злоключений. Так что восстановление сплешки больших размеров программой TimeShift прошло, скажем так, вполне успешно. Ну, можем для этого еще вот заглянуть сюда. Зайдем в программу. G-Party. У меня, значит, стоит Arco Linux просто на жестком диске на терабайт. Вот, видите, ключики. То есть сейчас я нахожусь уже не на флешке, по крайней мере. Вот эти вот разделы я могу и размонтировать. Вот, видите, то есть совершенно четко я нахожусь на своем жестком диске, где у меня вот смонтирован, вернее, где я работаю с Arco Linux. Вот практически и вся, как говорится, история о том, как можно восстановиться при помощи программы TimeShift со своей флешки больших размеров, на которой, значит, у нас установлены бэкапы. Программы, которые не могут, как, допустим, Ubuntu, там, Debian, Linux Mint, которые не могут делать из-за копий своей настроенной системы. Вот есть такой, скажем, выход. Ну, запустившись с помощью программы, с флешки с помощью программы Сергея Стрельца, открыв Acronis Struimich, можно восстановить и свою винду. Вот, практически, такие вот нюансы я бы рекомендовал многим. Кстати, значит, что Arco Linux, что Manjaro, у них наблюдается тиринг. И поэтому мне пришлось, значит, делать прививочку. Значит, о том, как это дело делается, значит, вот можете посмотреть у меня. Сейчас покажу. Есть на эту тему несколько роликов. Зайдем сюда. Вот главный ролик. И вот, если в главном ролике открыть менюшку, вот, показать больше или шоу-мо, то вот здесь вот можно найти вот такие вот вещи. что такое тиринг и лечим тиринг. Здесь все подробно описано. По-русски скажу, что что такое тиринг, это когда программой для записи с экрана ты что-то записываешь, а потом начинаешь это проигрывать, и идет драготня по экрану. Вот, подробно с примерами все здесь есть. Как попасть с главной страницы сайта на главный ролик. У меня его на данный момент посмотрело уже 78 тысяч человек. Вот, так что у тех, кого это явление будет наблюдаться, значит, пожалуйста, воспользуйтесь вот этими вот данными по тирингу. Посмотрите, послушайте и подправьте. Вот, ну ладно. На этом я с вами, значит, прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. До новых встреч.